Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Исаии Иерусалимского и поговорим о 23 главе этой книги. В сущности, 23 глава завершает целую череду пророчеств о практически всех окружающих Иерусалим, ближневосточных державах и народах. Там были пророчества и о Вавилоне, и об Ассирии, и о Дамаске, о Моаве, о Египте, Эфиопии, о самом Иерусалиме. И вот еще пророчество о Тире. Тир – великий город, стоявший на мысу и почти неприступный суши. Тир – богатейший город, потому что это один из крупнейших торговых центров Средиземноморья сыновья Тира расселились в конечном итоге, вот описываем эпоху и позже, по всему Средиземноморью, до Карфагена и берегов Испании. И цари Тира, вероятно, самые богатые на Ближнем Востоке, они держат в своих руках торговлю пурпуром и торговлю лесом, и многое-многое другое. Ну вот, и это такой замечательный город, который еще двумя столетиями позже тоже будет служить другому пророку, Езекиилю, таким образцом и примером того, что вообще такое это человеческая мощь и богатство. Исаи же Иерусалимский в VIII веке до Рождества Христова говорит, в общем, вот что. Он говорит, рыдайте корабли Фарсиса Атирия, потому что он разрушен, некому входить в дома. Этот город, говорит пророк, был торжещем народов, ну то есть международным логистическим терминалом, как мы бы теперь сказали. И все это оказалось легко разрушимо, все это разваливается. Устыдись, Сидон, вот что говорит море, пишет здесь пророк. Как бы я ни мучилась родами, ни рождала, все равно все весть о поражении Тира, о его падении потрясет окрестные народы. Обратите внимание, здесь снова образ мук рождения, который уже был у Исаии в предыдущих главах и который еще появится у других пророков и в эту, и в другие эпохи. И вот с сарказмом он говорит, это что ли ваш ликующий город, которого начало одни древних. Как это так вышло? Кто определил это Тиру? Тир, который раздавал венцы, у которого купцы были как князья. Как так вышло, что Тир, повелевавший огромными окрестностями и проецировавший свою мощь на дальние земли, вот дошел до такого унижения. И пророк сам же отвечает на этот вопрос. Господь Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность всякой славы, унизить все знаменитости земли. Итак, первое. Это определено Богом. Не потому, что какие-то превратности судьбы или что-нибудь еще. Бог так определил вот это унижение Тира, чтобы посрамить надменность всякой славы. То есть пророк свидетельствует, что всякая человеческая слава – вещь на самом деле пустая и постыдная. Пустая и постыдная. И Бог обличает эту пустоту. Бог посрамляет надменность всякой славы. То есть с точки зрения пророка, всякий раз, когда мы пытаемся надувать щеки и гордиться и хвастаться своей великой славой, силой и так далее, все это непременно приведет к посрамлению. Потому что Господь Бог определяет, что земная слава, ее надменность будут посрамлены. Он простер руку свою на море, потряс царство. И все окрестные народы даже и, может быть, не догадываются, что это Бог действует. Но это Бог простер руку свою на море. И сказал Тиру и Ханаану, «Ты не будешь больше ликовать. Вставай и иди в плен, и там не будет тебе покоя». Таким образом, как в «Капле воды» в истории с Тиром, мы видим основные идеи для исторической парадигмы Исаии Иерусалимского. И дальше он продолжает, говорит о земле халдеев, народе которого прежде не было, которому начало положила Ассирия. Они ставят башни и разрушают чертоги Тира. И вот в этот день забудут Тир на 70 лет, в мере дней одного царя. Забудут Тир на 70 лет, а потом о нем будут петь, значит, с ним будет то же, что поют о блуднице. По-видимому, это некая цитата из песни, скорее всего, не слишком благочестивого содержания, скажем так, в кавычках, которая была достаточно популярна во времена Исаии и была хорошо известна. Суть, собственно, в том, что от Тири на какое-то время забудут, а потом будут говорить с презрением, с презрением, что, ну, пожалуй, трудно даже и передать в приличных словах содержание, так сказать, смысл этой песни. Играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе. 70-летний срок уничижения Тира скорее все же некоторый символ, как и множество других дат и сроков, пожалуй, может быть, даже и вообще почти все даты и сроки в подобном роде литературе в слове Божьем не следует воспринимать слишком буквально, особенно с учетом того, что авторы любят некоторые символические цифры, и эти сроки могут быть записаны с точностью плюс-минус трамвайная остановка. Не в том дело, что вот там пройдет ровно 70 лет, Исаия сам говорит, в мере дне одного царя, ну, то есть вот некоторая такая эпоха достаточно продолжительная пройдет, и Тир такой, казалось бы, великий, такой мощный, сам превратится в место пренебрежения, в место презрения. И потом, говорит он, Господь вновь посетит Тир. Читателю хочется подумать, что ну вот и тогда уж этому Тиру мало не покажется, тогда он там полностью будет уничтожен, а вот и нет. Исаия говорит о том, что когда Бог посетит Тир, после вот этого разрушения, посрамления надменности славы и уничижения, Бог посетит Тир, и Тир восстановится, наученный горьким опытом, можно так даже сказать, и тогда он будет получать прибыль, но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Богу и будет переходить к живущим перед лицом Бога, живущим перед лицом Господа. Таким образом, снова будет Тир центром торговли, но уже не ради надменности земной славы, а ради того, чтобы дать прокормление живущим перед лицом Господа. Субтитры создавал DimaTorzok